МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствую и поздравляю с началом новой трудовой недели телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Наши темы, как всегда, связаны с наиболее заметными событиями рязанской жизни. Главное на сегодня. В смертельной смеси в Рязани задержаны наркодилеры, поставлявшие в наш город синтетические наркотики. Встреча в роще. Представители советов местных территорий задали свои вопросы застройщикам, которые намерены строить в Рязани многофункциональный детский центр. Не сбей, не задави. Рязанские школьники лично вручали сегодня свои трогательные послания водителям. А теперь обо всем по порядку. Сегодня стало известно, что рязанские наркополицейские изловили двух нижегородцев, которые наладили канал поступления и сбыта в нашем регионе курительных миксов. Организация дела у злоумышленников была, надо признать, на высоте. Один деятель был направлен в криминальную командировку в Рязани, обосновался в съемной квартире на улице Энгельса. Прибыл он к нам, вооруженный инструкциями, электронными весами и ноутбуком. Задания получал по всемирной сети, партии наркотика с курьерами, а дальше сидел дома, кропотливо взвешивал и фасовал смеси. После трудов неправедных работящий паренек, которому надо отметить всего-то 20 лет, ходил гулять в лес посадку, наковыривал там тайник и делал закладку. Прям-таки отличник производства, да и только. Когда его поймали, арестовали, то в активе юноши обнаружилось почти два кило наркотика. Адрес недоброго молодца поменялся. Его свезли в малоудобную казенную камеру с решетками на окнах. Чуть позже к нему прибыл и второй бизнесмен от криминала, такой же молодой подельник. Приехал он в Рязань из Нижнего Новгорода уже в сопровождении оперативников и разместился, как и первый в нашем СИЗО. Такая вот получилась история, в которой много всего неприятного для деляг. И особо крупный размер, и предварительный сговор, и группы лиц. У нас, по правде говоря, и без всякой синтетической отравы проблем хватает. Например, на недавней встрече рязанского губернатора с журналистами российской газеты прошла информация, что в нашей области начинается эксперимент по обезжелезиванию воды. Дело в том, что по статистике у жителей Рязанской, Тульской, Владимирской областей, причина, по крайней мере, третьей заболеваний кроется именно в плохом качестве питьевой воды. Об этом пишет российская газета. Да и один водный триллер, случившийся в Рязани на прошлой неделе, чего стоит. Но, конечно, не только в проблемной воде кроется беда человеческая. В нашей областной клинической больнице прошла межрегиональная конференция на тему онкологические заболевания репродуктивных органов. Об этой медицинской встрече рассказывает Оксана Тебенихина. В Рязанской областной клинической больнице прошла межрегиональная конференция, посвященная проблемам лечения ракопредстательной железы. Лучшие специалисты-онкологи России собрались с целью выявления обсуждения наиболее важных и актуальных в этой сфере вопросов. На конференции в режиме онлайн транслировалась операция по удалению опухоли предстательной железы. Студенты, также присутствовавшие в зале, могли воочию наблюдать работу специалистов. Кстати, Рязанское ОКБ является в нашем регионе передовиком выявлений и лечения онкозаболеваний. Для спасения жизни людей используются самые современные оборудования и лекарства. Потому и высокое собрание медицинских светил проходило именно на Рязанской базе. Сегодня в Рязань-Матушке день тепла. Согласно распоряжению администрации города, с этого понедельника начался отопительный сезон. Сегодня производится пуск отопления потребителям. Одно в Рязанской, Дягилевской, ТЭЦ, а также котельных РМПТС. Не теплом едином, а забочные рязанцы на днях прямо в березовой роще, расположенной между микрорайонами Преокский и поселок Гонищево, прошла встреча представителей Советов местных территорий и Северной Компании. Тема встречи вполне прогнозируема. Одни хотят, естественно, строить, другие опасаются, что рощица от таких инициатив прикажет долго жить. Надо сказать, что создавать здесь Северная Компания хочет не что иное, как многофункциональный детский центр. Дело, конечно, благородное, но и рощицу хочется сохранить. Строители твердо пообещали, что зеленая зона не пострадает, но общественность пожелала удостовериться в этом. И, наверное, еще не раз проверить, насколько точно выполняют свои обязательства бизнесмены. О том, как проходила встреча, рассказывает Глеб Галушкин. В березовой роще между микрорайонами Преокский и Конищево прошла встреча представителей Северной Компании с местными жителями и представителями городской власти. Напомним, что здесь, через дорогу от 52-й школы, строительная фирма намерена возвести одноэтажный детский центр. И люди, прежде чем дать свое согласие на строительство, хотели понять, что конкретно они получат на этом месте. В этом детском центре предположительно полторы тысячи квадратных метров, до полторы тысячи квадратных метров кружки художественные, гимнастические, всякие развивающие для детей до школьного возраста и также школьного возраста. Насколько я знаю, в поселке и в ближайшем Конищево и Преокске таких центров очень мало. Город нуждается в таких центрах. И мы хотим построить такой центр для города. По имеющимся сейчас проекту, возле здания детского центра будут оборудованы уличные площадки, детская и спортивная. А для этого, помимо расчистки заросшей кустарником просеки, потребуется еще и спил нескольких березок. Но волноваться не стоит, компенсационная высадка обязательно последует. Принципы посадки и возмещения в натуральную форму следующие, что зеленые насаждения сажаются не менее ценные, чем сносились, то есть получаются не менее ценные, чем березы. И в районе, ну, в близлежащем районе к месту сноса. Поэтому здесь можно как бы найти форму определенную взаимодействия с застройщиком. Также сейчас представители северной компании выкупают у владельцев гаражи, расположенные рядом с березовой рощей. Причем делают это даже несмотря на то, что сами гаражи находятся здесь незаконно. После завершения строительства детский центр будет передан в муниципальную собственность. Компания рассматривает этот проект как свой социальный долг перед городом и не намерена на нем зарабатывать. Местные жители после обсуждения, в принципе, в большинстве, также высказались за строительство детского центра. Теперь вы, в общем-то, не против, но если это осуществится, так, как они говорят. Вот даже вот мы сейчас ставим, ведь воздух свежий, хороший. Пусть только действительно будет так, как они говорят. Спортивное оздоровительное сооружение. Окончательно решить, быть или не быть детскому центру на стыке Канищева и Пырёкского должны сами местные жители. Общественные слушни по проекту застройки березовой рощи пройдут в воскресенье 12 октября в 52-й школе лицеи. Представители северной компании пообещали подготовить к слушням 3D-модель того, как территория будет выглядеть по завершении строительства и благоустройства. В эту субботу свой профессиональный праздник отметили работники дошкольного воспитания. День всех специалистов по развитию нашей малышни и наставлению ее на путь истинный был придуман и введен в жизнь в первой половине этого века не мановением начальственного пера, а по инициативе нескольких общероссийских педагогических изданий, в частности газет «Детский сад со всех сторон» и «Дошкольное образование», а также журнала «Обруч». И это дело поддержали авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги и многие родители. А сама дата была приурочена к открытию первого в России детсада. Он появился осенью 1863 года в Санкт-Петербурге. Свой праздник рязанские мастера дошкольного воспитания официально отмечались сегодня. Профессиональный праздник рязанские воспитатели отметили в весьма теплой для таких, казалось бы, официальных мероприятий атмосфере. Педагоги душевно чествовали друг друга и поздравляли с получением заслуженных наград от регионального министерства образования. Получила свою награду и Елена Лысикова. После окончания Рязанского педагогического института недолго работала в школе, но после рождения ребенка устроилась в детский сад, в котором и работает воспитателем старшей группы уже около 15 лет. С каждым годом, конечно, наше образование стоит на месте. И очень много таких творческих, педагогических идей как-то и в нашем государстве, и в нашем городе продвигается. Поэтому хочется поучаствовать, ну и, наверное, испытать, так сказать, судьбу, что ли, наверное, доли какого-нибудь, может быть, успеха. Сейчас в регионе идет масштабная работа по строительству новых и реконструкции уже действующих детсадов. Возможно, что благодаря нынешним темпам уже в ближайшее время исчезнет такое явление, как очереди в детские сады. Поздравила воспитателей детсадов с профессиональным праздником министра образования Рязанской области Елена Буняшина. Она подвела итоги конкурса среди работников дошкольной сферы обучения «Современный детский сад». Дошкольная ступень обучения сейчас получила новый импульс развития, ведь именно в раннем возрасте во многом закладывается фундамент для развития гармоничной личности человека. Потому и профессия воспитателя детского сада становится особенно востребованной. И еще одна Рязанская школа провела сегодня акцию, о которой стоит поговорить. Ученики первой школы, проучившись с этого сентября, казалось бы, совсем недолго, уже придумали вместе с педагогами собственный проект. По итогам сочинения, написанного шкалерами на тему безопасности дорожного движения, были выпущены листовки с обращениями к водителям. Что-то вроде «Дяди и тети, не пейте за рулем, будьте внимательны к пешеходам, пропускайте их на переходах, тормозите на детских знаках» и так далее в этом духе. Сегодня эти листки с криками детской души были вручены адресатам из рук в руки. Акции проходят в нескольких школах нашего города совместно с сотрудниками ГИБДД. Ребята раздают брошюры, которые, собственно, сделали своими руками. Это восприятие детьми вообще дорожной ситуации. Многие дети пишут, чтобы водители не управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного обвинения. Многие дети обращаются, чтобы их перевозили с соблюдением требований правил дорожного движения. Но когда это высказано детским языком, эти обращения очень и очень интересные. Тексты брошюр действительно заставляют задуматься. Совсем еще малыши писали сочинения, в которых обращались к рязанским водителям с просьбами быть внимательнее на дорогах, пропускать детей на переходах и, конечно же, не садиться за руль пьяными. Самые трогательные работы стали текстовой основой листовок. Вот лично для меня она значит то, чтобы водители задумались о том, что слишком много ДТП и аварий сейчас происходит. Ну и я думаю, что детям это было писать вот эти вот памятки очень полезно, чтобы они тоже соблюдали правила дорожного движения. Ну, мне кажется, что водители, когда прочитают эти сообщения, они задумаются над тем, что их писали дети над мыслями детей, и что будут сбавлять скорость или останавливаться, когда приходят люди, и сберегут наши жизни. И хотя далеко не все водители увидят труды рязанских школьников, хочется верить, что светлые умы взрослых людей смогут сами, своими силами, дозреть до того, о чем пишут 8-9-летние ребятишки. Ну и также мы сегодня нашли пару минут, чтобы поговорить о спартакиаде школьников, в частности, о состязаниях по плаванию, которые проходили в бассейне «Аквамет». Дело в том, что в связи с внедрением в действительность норм ГТО, плавать надо не только уметь, плавать надо уметь хорошо. А потому этот вид спорта необходимо культивировать, а главное – сделать доступным для жаждущих водных дорожек школьных масс. Он не умеет ни читать, ни плавать. Так в Древней Греции говорили о человеке, который не достоин называться гражданином. Именно с тех самых пор плавание считается символом разностороннего развития человека. С этого года в программу соревнований 23-й спартакиады учащихся городов ввели небольшое изменение, которое появилось благодаря возвращению норм ГТО. Из 12 утвержденных видов спорта половина выборочные, в их числе и плавание. А потому да здравствует летний и зимний палеотлон. 11 ступеней возрастных. Сегодня в наше соревнование принимает участие 4-5 ступень. Бассейн «Аквамед» оказался очень комфортным местом для проведения водных соревнований. Преподаватели физической культуры не раз обращали внимание, что именно отсутствие возможности плавать в любое время года в их учебных заведениях и определяет отстающих и фаворитов. Специализированные классы есть, например, в школе номер 15. Там и команда сильнее. Я вот здесь сам первый раз, но у меня бассейн, я в восторге. Поэтому мне очень понравилось, даже вот я разговариваю с преподавателями, всем оно очень нравится. И главное, ребята все видят в свое время, то они обычно спрашивают, за сколько мы пропали, за сколько, как в наше время. А здесь они голову подняли, и у них уже здесь все, они уже знают. Замечательные условия, конечно, это то, к чему надо стремиться, да. От чистоты до качества воды. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы ребята, те, которые еще не занимаются плаванием, или вообще не занимаются спортом, хотелось бы, чтобы после этого они пришли в спортивную школу и записались обязательно. В течение года ребята будут соревноваться в остальных видах спорта, и уже по итогам состоится торжественное награждение. И бояться возвращения норм ГТО абсолютно не стоит. В один голос говорят представители старшего поколения. Братья Виктор и Николай Просковины помнят, как боролись за этот значок еще студентами. И до сих пор в строю. Призер России. Я был третьим местом по палеотлоне, когда проходил здесь в Рязани. Участвую в чемпионате мира по палеотлоне здесь тоже в Рязани. Поэтому мы тоже еще как-то... Сами двигаемся и детей шевелим. А уж если не готов сдать пресловутый норматив сегодня, значит, есть цель на следующий год. Впрочем, школьные годы самые благодатные для подобных соревнований. В один голос уверяют участники. И мы поздравляем победителей. Далее в нашем эфире программа подробностей. Сегодня ее ведет Олеся Харлина. Гость студии Мария Городова. Журналистка российской газеты. Писательница. Автор стихов, которые стали песнями. В том числе для Аллы Пугачевой. Интересный, талантливый человек Мария Городова. Женщина с непростой, даже трагической судьбой. Так что смотрим программу подробностей. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok